Доброе утро! Я, кстати, сама читала, замечательная книжка сверху. Замечательная, действительно, книга, несмотря на то, что она компактная очень, но в ней очень здоровские, хорошие советы. Написал ее профессор Ибука. У него есть собственная школа в Японии по развитию вот таких вот крохотных маленьких детей. И его теория звучит так, что родителям надо успевать до трех лет как можно больше, максимально развить своего ребенка для того, чтобы он стал успешным человеком. Ну и здесь методики, да, его изложены? Здесь просто даны различные советы. Методик как таковых нет. Просто он, допустим, говорит, что маленький ребенок очень хорошо учит иностранный язык, но для этого нужен определенный ритм. То есть все песенки, все считалки вот такие вот в ритме, он хорошо запоминает иностранные слова. И какой вопрос мы сегодня зададим? Ну, вопрос будет, я думаю, не очень сложным, чтобы не грузить наших телезрителей с утром. Нас хлебом не корми, когда мы очень любим давать советы различные. Советы добрые, злые, хорошие, нехорошие. И наши телезрители пусть ответят, кто же написал книжку о вредных советах, которую любят и взрослые дети. Очень простой вопрос, может быть, вы даже этот вредный совет какой-нибудь нам прочитаете. 311-29-47, звоните и выигрываете книжку после трех уже поздно. Елена, мы сегодня обсуждаем вещи, которые дарят удовольствие по утрам нашим зрителям. Что вот можно добавить в список, в наш, вот то, что точно добавит удовольствие человеку утром? Ну, вот появилась вот такая книжка новая, Джоин Вейланд ее написал, называется она «История мести и спасения». Я думаю, что это как бы не столько удовольствие, сколько книга размышлений. Она такая документального характера, потому что Вейланд является канадским журналистом. И всю свою жизнь он посвятил, создавая материалы о спасении редких животных. Но вот в этой книге, получается, он озаботился судьбой амурских тигров. Эта тема, в общем-то, сейчас у нас постоянно поднимается. И, с одной стороны, это хорошо, пусть даже российские читатели почитают эту книгу, потому что, ну, можно на фотографиях увидеть какой-то красавец такой вот, гордое животное, очень сильное. И, тем не менее, находятся люди, которые пытаются уменьшить популяцию этих замечательных животных в своих экономических каких-то притязаниях. Вот. И, соответственно, в общем-то, основная мысль этой книги такова, что если мы нарушаем биологическую цепочку, по сути, мы рубим сок, на котором сидим. Потому что мы не только губим живую среду, мы уничтожаем редких животных. Собственно говоря, в конце концов, будет страдать очень сильно и, может быть, даже безвозвратный человек. У нас есть звонок. Есть кто-то нам дозвонился, кто-то хочет выиграть книгу Масару и Бука после трех уже поздно. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Анна. Анна, вопрос у нас сегодня, Анна, очень и очень простой. Надеемся, что вы правильно прямо сейчас ответите. Кто автор вредных советов? Книжки, которые любят и взрослые, и дети. Григорий Остер. Ну, это правильный, конечно же, ответ. А, Анна, может, у вас есть какой-нибудь любимый вредный совет, который вы можете прямо сейчас зачитать? Ой, я уже не помню. В школе еще я помню. Эти книжки зачитывались. Конечно, конечно. Ладно, спасибо, Анна. Вот эта книга достается вам. Спасибо вам большое за ваш звонок. Елена, едем дальше. Любителям фантастики, что вы приготовили? Ой, мы долго ждали эту книжку. Издатели нас предупреждали о ней. Бернар Вербер написал тоже новую книгу. «Третье человечество». Причем он, в общем-то, в преддверии этой книги также говорит, что это не окончательный вариант. Будет продолжение этого романа. Фантастика, не фантастика. Опять же, вот у меня получилась какая-то подборка, что авторы этих книг, ну, как бы, намекают, предупреждают людей о том, что нельзя поступать как-то бездомно. Здесь главными героями является профессорская семья. Отец профессор занимается тем, что он палеонтолог и разыскивает, изучает бывшие наших предков. То есть в Антарктиде со своей экспедиции он находит на дне подземного озера скелеты людей, которые 17 метров высотой были люди. Экспресс-анализом они выясняют, что они весили около 100 килограмм, но очень долго жили. Если 100 килограммов, а 17 метров... Может быть, даже тяжелее сейчас. Худенькие какие были. Ну, да, может быть, я соврала, как бы, даже тяжелее. Двумерные. То есть долгожители такие были. Но здесь одним из главных героев этого романа является планета Земля. И здесь ее монологи присутствуют в этой книге. Она чувствует, когда качают нефть недовольно этим, потому что нефть ее кровью насчитает. Понятно, то есть вот такого плана. Давайте коротенько об оставшейся книгах. У нас очень мало времени осталось. Что это такое? Это из мира шоу-бизнеса у нас что-то живое история? Андрей Макаревич написал вот такой сборник рассказов. Рассказики совсем коротенькие. И здесь у него воспоминания, как воспоминания детства, современные какие-то события. И читаются они очень легко. И такие, в общем-то, добрые, хорошие рассказы, но с оттенком грусти. Ну и последняя книжка? Последняя книжка пригодится молодым хозяйкам. Осень у нас, которая вот-вот наступит, тоже считается, в общем-то, сезоном свадеб. И может быть, кому-то пригодится тоже в качестве одного из свадебных подарков. Либо кто-то начал самостоятельно свою жизнь, отделился от родителей. И здесь не только кулинарные советы, но в том числе различные хозяйственные советы. Как пылесосить это? Как убирать квартиру, как ухаживать за комнатными цветами, какая утварь должна быть на кухне, как выстраивать взаимоотношения с другим полом. То есть советов очень много, и книга действительно очень хорошая. Спасибо вам огромное. Напоминаю, зрителям у нас в гостях была Елена Швецова, руководитель информационной службы Дома книги. Увидимся с вами на следующей неделе. Теперь уже. Ну а с вами мы увидимся через пару минут. Расскажем об афише, какие события можно будет посетить в городе Екатеринбург.